2.31 по-прежнему прилично, но скорее всего не удержится. Все равно я буду настаивать на этом. Два итальянца сбежали практически в самом конце сегодняшнего очень долгого и выматывающего этапа. 20 километров остается до финала. Финала, который вот благодаря общению с техничками команд, у нас интрига тут обострилась до предела. Потому что все все-таки говорят по-разному. Ну, то есть многие-многие предполагают, что Питаки, по крайней мере, не сбросить. И Питаки проявит себя в спринте, перед которым будет достаточно серьезная горка. Но вы слышали о задумке Данила Дилука. Мы, конечно, ни в коем случае одного из лидеров российской команды, как говорится, не сдали. И никто ничего не понял. И, разумеется, в командах-соперницах, в принципе, и так логически могут предполагать, естественно, что Данила попробует ногу сегодня. Он сегодня держится все-таки в тени. И его работа уходит немножко на второй план, потому что есть кому возить Пуриту Родригеса, становясь клином вокруг него. А сегодня, сегодня он может попробовать сбежать, как это делал уже позавчера. Что же касается Марка Кевендиша, то тот, по-моему, сейчас, когда ветер подул несколько более прохладный, по-моему, пушечное ядро, чувствует, летит, по крайней мере, пободрее, чем летело даже километров 40-50 назад. И это очень важно для него. Важно, что его моральное самочувствие зависит от термического самочувствия. Ну, вот вы видите, летучий спринт, миновали спортсмены, выиграл Сельваджи, но розыгрыша как такового и не было, потому что ехали они вместе, ехали компактно. Белорусский чемпион Кучинский, которого на аналогичном этапе, но на третьей неделе, мы почти наверняка увидели бы в каком-нибудь интересном отрыве, но сегодня немножко не до этого, сегодня все-таки идет подвоз всех фаворитов, и он в этом участвует напрямую, но сейчас, вы видите, даже перемещается ближе к тем, кто раскатывает пилотон, потому что, судя по всему, ног немножко еще и не хватает пилотону, хотя и массово работают, и сменяются четко, но 19 километров до финиша, и почти две с половиной минуты до этих долговязых итальянцев. Приходят вопросы к Славе и Кимову, соответственно, тоже с этим никаких проблем, завтра надеемся на хорошую связь, когда у команды нашего прославленного гонщика и тренера предъявляются иные вопросы. Сегодня, правда, тоже сегодня, но понятное дело, что никто специально не задействовал на развоз Робби Макьюина, поэтому сегодня опять у Макьюина можно считать вольная охота, а вот завтра, завтра будут большие командные построения, и завтра, конечно, будет интересно получить в том числе и ответы на эти вопросы. Роман Мороз спрашивает, помню, когда-то на Джиро ехала украинско-итальянская команда ИСД, не знаете, где она сейчас, она едет не то, что едет, а она сегодня претендует на победу, как вы знаете, вместе с Александром Питаке. И Алиджет очень уверенно чувствует себя, и он с эскортом сегодня, с хорошим, продолжает выступать, пока немножко отодвинут в глубину группы, но его товарищи по команде совсем рядом. Средняя скорость при господствующем попутно-боковом ветре маячит в районе 43 км в час. Ну а вот и красная майка. Выдвигается вперед. Красная майка спринтерская, довольно новый цвет для Джиро Италия, с точки зрения, в принципе, всех сюжетов. Задвигалась компания Горзели и Кодол, но та же самая ситуация, значит, он тоже так же, как и Данилу Дилука, верит в не совсем спринтерскую развязку сегодняшнего этапа. В конце концов, мы, да, мы учитываем способности, возможности Александра Питаке, его выкатанность, его специальную подготовку на Высокогорье, причем готовился он на Сицилии, и обкатывал, что он еще и завтрашний этап возьмет, а? Как вы считаете? Нет, это, конечно, уже немножко за пределами реальности, но это другой, и тем не менее не потерявший своей мощи и резкости знаменитейший Алиджет. Но многие не согласны с тем, что будет первый он, и Горзели действует, и его команда, соответственно, действует в том же ключе, в каком действуют Дилука и Катюша. Конечно, всегда очень сложно решить сразу несколько параллельных и не пересекающихся задач, потому что когда высокие амбиции в генеральной классификации, то иногда изначально вообще собирается стартовый протокол, где вообще нет ни одного спринтера. Вот вспомните, опять-таки, Фрейра не поставил Робованг на Tour de France. Правда, и Фрейр и по этому поводу высказался достаточно, ну, скажем так, для некоторых неприятно. Я приводил уже его слова. Но настолько действительно важен шанс Гессинга, что спринтер говорил, что ему не нужно никаких раскачек, он разберется сам, и тем не менее одно место и то не оставила команда вакантной для спринтера. Но здесь все-таки стараются как-то, несмотря на то, что это уж намного более горная гонка, чем нынешний Tour de France, но тем не менее спринтеров поставили. Ну и уже, собственно говоря, сделали многое, потому что раз уже победа у Питаки есть, он уже недаром съездил, как говорил 37-летний спринтерский грант. Минута 30, и не особенно сокращается разрыв по-прежнему, хотя тяжелая артиллерия HTC снова вышла вперед, и раската слаженным поездом у американской команды снова не получится. Снова они участвуют в догонялках, и, как подсказывает практика первых этапов, когда это происходит, то Кэва некому вывозить за исключением Рэншоу. Ну а вдвоем они не всегда действуют достаточно четко, хотя развоз вот в тот день, когда выиграл Питаки, у Рэншоу был неплохой, но вы помните, о чем сказал наш уважаемый Джималедин Абдужапаров нам в эфир, что на самом деле, если уж так хотели они навязать друг другу силовую борьбу, то Рэншоу должен был заняться действительно вытеснением, понемножку менять траекторию, не нарушая правила, но ничего такого он не делал, он бесхитростно просто вставил смену на первой позиции, а потом также бесхитростно и сдал ее, хотя мог бы сдать ее и под Питаки, сказав потом, что я не я и корова не моя. 14 километров остается до финишной черты, минута 14 разрыв, как пошли неровности, то как верно предположили гонщики, все-таки на подходе к финалу сегодняшнего этапа в тропе, рельеф становится более выраженным, и здесь, соответственно, те, кто ехал 200 километров под ветрами разными всякими, те почувствовали себя тяжко. Основная группа же напротив только поехала, но и опять-таки завелся здесь немножко же он пино, и тут же, наверное, ощутил, что вчерашнее долгое катание впереди все-таки по ногам стучит. Но, как я говорил, Кучинский потихоньку сдвигался, сдвигался, сдвигался вперед, и вот сейчас белорусский чемпион, один из главных моторов «Катюши», у которого, к сожалению, была поломка велосипеда, непосредственно уже на подходе к главной задаче проиграть как можно меньше на первом этапе, но и ехал он потом на обычном шоссе на велосипеде, не сумел себя там полностью показать, зато показывает сейчас. В добром здравии находится, форма неплохая, работать еще будет где, разумеется, подъезжать до больших гор, придется и завтра тоже. Александр говорит, что завтра, с его точки зрения, не будет супер больших проблем с переездами, потому что здесь расстояние-то вроде бы небольшое, говорит он, до парома, но вопрос-то в чем? Там еще и вы понимаете, что это огромный организм, Джерди Италия, и, соответственно, перевоз... погрузится на паром, выгрузится с парома, там ожидания этой погрузки, там все это, в принципе, ведь не проходит в рамках того, чтобы лечь спокойно, вытянуть ноги, отмассироваться спокойно. Кстати, вот видавшие виды Андреа Ноэ, который проехал этих Джерди Италии с 90-х годов, я уже сбился со счета сколько, 42-летний Андреа Ноэ, заканчивавший свою спортивную карьеру после финиша в Милане, он сравнивает гостиницы, в которых ему удалось побывать, с теми, в которых он ночует нынче, и говорит, что чемпионом по гостиницам стал тур Турции, который он только что проехал, потому что там, ну, вообще невероятные условия, там вдвоем, говорит, нас селят в номер, где человек пять может вполне поместиться, и такой буфет на завтрак, что не знаешь вообще, за что и схватиться, и понимаешь, что если ты все это продегустируешь, то ты будешь никакой, просто-напросто гонщик. Ну, и в то же время он вспоминает первые туры Польши, которые ему приходилось ехать, и говорит, что там просто сухой паек какой-то был по утрам, и матрасы на мраморных полах даже вплоть до того так селилось, но сейчас, говорит, очень многое изменилось, конечно, и тур Польши тоже эволюционировал, но вот есть у меня два таких, говорит он, крайних пункта, да, самый благоустроенный – это тур Турции нынешний, а самый неблагоустроенный – это тур Польши когда-то, в далекие времена, еще в 90-е годы. Да, конечно, такие патриархи, когда выступают, причем держатся вполне уверенно на таких состязаниях, когда им есть что рассказать, то у всех должны быть уши, как локаторы на готове, потому что это такие вещи, которые действительно являются живой историей профессионального велосипедного спорта. Хорошо работает Кучинский на ногах на большой передаче. Видно, видно, что готовится атака. Это не просто желание продержаться впереди, не просто желание не уронить Родригеса в глубину основной группы. Решается несколько вопросов сразу. Экс-чемпион Германии Данило Хондо выходит вперед. Почему, опять же, экс-чемпион Германии, на этом акцентирую, потому что полоски на рукавах об этом напоминают. Ну и заодно информация для тех, кто, может быть, не смотрел с нами большие гонки до этого. На былых регалиях официально очень мало что напоминает, к сожалению, в форме влагонщиков, и поэтому придумывают, кто что может. Пауло Беттини в тот момент, когда выигрывал здесь в 2005 году. И, опять же, победа Беттини наводит нас на мысль о том, что все-таки не для чистого спринтера сегодня. И на той горке с изливом, с таким, вы помните, как он уходил. Ну, так вот, он тогда тоже пытался напоминать о своем олимпийском титуле. До него Ришар, соответственно, также. Кто-то рисовал кольца. Кольца вроде бы как символика такая уже на сегодняшний день полукоммерческая. И использование там надо согласовывать. В каждой гонке непонятно, можно их везти, нельзя. Соответственно, кому платить за эту возможность, кто будет платить, гонщик команды или организаторы. В общем, полная кутерьма. И все закончилось тем, что в золотом шлеме и с какими-то отдельными золотыми вставками в велосипеде, там, в обмотке, еще где-то там части формы тоже с краплениями такими золотыми выступает сейчас ныне действующий чемпион в шоссейной гонке. Который здесь, на Аджирдо Италии, кстати говоря, не выступает. Но саму Санчеса мы уже видели это и весной, и увидим еще в этом году неоднократно. Менее полуминуты, и стало ясно, что отрыв съели. И очень вовремя. Выдвижение других команд вперед. И, соответственно, эти команды тут же сменили поезд HTC впереди. Сразу привело к тому, что стремительно стало таять преимущество двух итальянцев в Сельваджи и Джордании, у которых на двоих всего-навсего одна профессиональная победа, хотя если просуммировать профессиональные сезоны обоих, то получится более 15 их. Но они записные Грегори, Грегори добросовестные, отличные подвозильщики бочков, отличные... Опа-па-па-па! Падение! Три человека! Все остальные проскочили. Но это хвост. Это падал хвост основной группы. Никто из спринтеров, никто из претендентов на генеральную классификацию здесь печально не отметился. Мэтт Уилсон пострадал больше всех остальных, но пострадал так, что он будет ехать. Все равно, конечно, сегодняшний этап широко идут, веером таким широким на всю площадь полотна шоссе, из-за этого выдавливает туда направо на отбойник. Хорошо, хоть не перелетел никто на ту сторону. Здесь, слава богу, никакой большой пропасти и нет. Два гонщика впрыгнули в седло сразу. Один застрял. И опять падение! Вот вы видите, вот еще не дошли же до тех извивов, о которых многие-многие говорили. А уже падение-падение и здесь еще и, по-моему, уже и не в гору. Здесь уже либо равнинка, либо под горку даже. Кто-то у Кальнага из ключевых спринтеров упал, потому что вернули одного или двух, может быть, даже человек. Так, а кто, соответственно, у Акой Сапоны упал? Почему такая суматоха? Ну, у Горцели, по крайней мере, я среди пострадавших не вижу. Сармиенту оглядывался. Кого-то искал глазами колумбийцы. Кого же потеряли? Может быть, у него с велосипедом не все в порядке. Ну и Кадол тоже оглядывается. Да, Горцели! Вот ты обидно-то как, а! Что ж не везет-то, Акой Сапоны второй день подряд? Вчера не повезло, потому что не нашли они себе союзников, хотя очень здорово работали весь этап. Сегодня тоже подключались, хотя не в таком объеме, как вчера, понятное дело, потому что два дня подряд так мордовать команду просто нельзя. И Горцели был один из тех, наряду с Дилукой, кто мог бы удивить спринтеров широкого профиля, вроде Александра Питаки. Ну, а может быть, еще и не был, может быть, он все-таки сыграет какую-то более-менее важную роль в сегодняшнем спринте. Сильваджи и Джордани прощаются со своей аудиторией, потому что они исчезают в глубине пелотона, их потом уже найти будет сложно. Догонялки сейчас на колесе у своей технички. Не очень будут ругаться судьи, как мы прекрасно знаем. Ну, и вы видите, какая здесь уже текущая скорость. Горцели спрыгивает с колеса своих товарищей по команде и летит. Буквально летит вдоль каравана. А все уже просто не способны так ехать его оруженосцы. Естественно, они уже не думают совсем о себе. Им бы главное вернуть Горцели. В принципе, иногда бывает... Вот если, опять же, если найдется сейчас место, если группа не будет опять все блокировать, у Горцели уже прокол был перед тем, как он был в хорошей форме на этапе и прокол на предпоследнем километре маршрута. Потеря шанса тогда. 33 победы у Горцели. 6 раз выигрывал на Джирде Италия. В 2010 и 2004 году выигрывал на Тирену Адриатику. Тут вот так вот написали, что впору предположить, что он Тирену Адриатику выигрывал по рецепту нашего Шона Кейли. Нашего, почему? Потому что работает в англоязычной службе в Евроспорте. Потому что тот-то выигрывал подряд столько раз, но не Тирену Адриатику, а паришница. Стыки-ботл уже была. Клейкая бутылка выбросила, точнее, бачок выбросила Горцели вперед. Ну и вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Я уж думал, что было большое падение. На самом деле нет. Это обмен колесами. Тут уже нет до технички. Но вы видите, что здесь тоже все-таки нештатным механиком работает сейчас Монтагути, ездивший накануне в отрыв. И Убера Дюпона он отправляет вверх по дороге. Не знаю, насколько серьезные были амбиции Дюпона на сегодняшний раз. Но опять-таки Дюпон это человек, который мог бы отметиться в последней горке, но никак не в спринте бок о бок спитаки, мне кажется. Но вот эти зрители должны прекрасно осознавать, где они находятся и лучше уходить от края дороги как можно дальше. Здесь и так, по сути дела, бутылочное горлышко для такой большой группы. Пять километров до финиша в Тропео. Великолепная контратака Аква и Сапоне, точнее не контратака, а спасение своего капитана. И Стефано Гардзели возвращается в основную группу. Путешествуя по колесам техничек, не без этого, конечно, посидев там-сям, но при этом выдал такую скорость, что если бы такая скорость была бы на финише, я думаю, что никто бы не удержался и Гардзели был бы сегодня победителем. А так, сомневаюсь я, что шансы у него сейчас серьезные. После такой сумасшедшей погони 200 километров с лишним уже пробыли спортсмены в пути Питаки или кто-то подобный Александру Питаки или кто-нибудь из охотников, умеющих ехать в гору, вроде со-капитана Катюши Данила Дилуки. Мы много говорили с спортивными директорами сегодня, и вот мы сегодня смотрим развязку этого этапа, оказавшегося невероятно напряженным на протяжении всего маршрута. И вот сейчас выяснится, есть ли наследник у Паула Беттини, то есть выиграет ли кто-то а-ля Паула Беттини образца 2005 года, либо все-таки будет спринт. Сумасшедшая скорость, помните, ребята, сегодня на командных совещаниях утром все говорили, очень много на последних трех километрах очень много коварных поворотов разной ширины, есть узкие участки, есть бутылочные горлышки, и есть крутая гора, и вот на этой горе все, конечно, хотят быть первыми, как это всегда бывает на Льеш-Бастон-Льеш, на флеш-Волонь, так и на многодневках, на этих классических этапах многодневок, тоже нужно быть крайне аккуратными и бдительными, и нужно быть впереди. Головокружительные виражи в самом деле, и вот вы видите, какие узкие места, отбойники, каменные, тяжелые отбойники, красный флаг, который предупреждает о том, что опасность предельная, но сумели, сумели, по крайней мере, тревно взглянуть на это дело, сумели вспомнить о том, что есть глаза, и есть тормоза, и тормоза эти прижали они. На этом коварнейшем повороте сбавили скорость до минимальной фактически для профессионалов такого высокого уровня, прошли, вписались, сразу же, естественно, на ноги, сразу же пощелкали переключатели передач, сразу же разгон, и смотрите, какой спуск опять. Вот хуже всего, когда не определены границы дороги, ты едешь, ты не понимаешь, где опасный кусок, где ты можешь удержаться, и лучше, конечно, вытянуться здесь, чем занимать всю ширину полотна шоссе, хотя, вроде, места сколько угодно. Спасают Твенинга, обратили внимание, что он прекрасно знает, в свои 30 лет, он прекрасно знает, где нужно сидеть, чтобы не было беды. Уже победитель, по сути дела, в нынешней Джериде Италии, он хочет остаться по-прежнему лидером, такое ощущение, что пошел падать мотоцикл вместе с оператором. Дай бог, чтобы это было не так, дай бог, чтобы он просто чуть не обронил камеру. И вот эта горка, но я бы сказал, что не 600 метров, вы видите, уже сейчас пошли вверх. Градиент за 7% средний, я напоминаю, посмотрите, какой пошел бешеный танец, и сколько же контакта. Бобби Хантера блокировали. Его плана тоже финиш, мы как-то забыли, а южноафриканцы, потому что давно он себя не проявлял на таком уровне, но когда был в лучшей форме, такие финиши ему очень даже подходили. Вот здесь вот снялся Беттини, уехал от всех, как от стоячих. Ну и сейчас Роберт на не самой выгодной первой позиции, не получается порвать эту группу, посмотрите, кто-то там путает передачу, и практически становится колом в эту гору. Оскар Гатто атакует, и вот у него получилась атака в стиле Беттини. Этот кот хитрый кот на самом деле. Прыгает, свой делает кошачий прыжок раз в несколько месяцев, но если прыгает, так уж не поймаешь. Четвертый Джиро едет этот опытный гонщик, вот там пошло выполаживание, кто-то второй из Аксабанка, по-моему. А это Альберто Кантадор, Альберто Кантадор показал, что он может ехать в горку, и погрозил пальцем перед завтрашней Этной. Я не думаю, что здесь есть какие-то шансы выиграть этот этап, и это ему нужно, но понесло, видите, поймал ногу, пошло дело. Тяжелая передача, Гата очень вовремя выпрыгнул. Последний километр дистанции Кантадор не приближается, держится, например, на том же просвете, но зарабатывает за счет элл-монификации или нечто большее, 700 метров еще. Смотрите, как отбросил он основную группу. Вот Кантадора в виде бетини мы уж точно не видели. Великий Испанец приближается к Оскару Гату. Хозяин трассы уже на последних силах держится. Просвет сохраняется более-менее стабильным. Кантадор зарабатывает бонификацию как минимум это. В ответ на бонификацию взятую вчера Скарпони полкилометра. Более-менее полого. Упустили двоих. Стал, посмотрите, встал из седла и приближается по-прежнему. Расстояние всего-навсего 25-30 метров, не больше. Гату понимает прекрасно, что у Кантадора побед еще будет. сколько получится ли еще выиграть Джирида Италия на Джирида Италия. Ведь итальянец, ах, как обидно на самом деле. Смотрите, может не удержаться, отчаянно борется. Последние 100 метров. Повторится ли то, что было вчера? И повторилось. Повторилось. Не догнал великий фаворит. Хорошего, решительного, но выскочку. И вы знаете, что мне показалось? Мне показалось, что Кантадор не хотел портить праздник вот этим итальянцам, которые тысячами собрались в финишном створе. О чем мы? Какой пятаки? Какой Кевендиш? Близко нет, но близко есть. Близко есть, но среди первых лиц сегодняшнего этапа их нет. Марио Чиполлини там стоял в пиджачке уже. Его непосредственных подопечных в Катюше в этом составе нет. Во главе с Галимзяновым. Да и вряд ли это был бы их спринт, если легонький Альберто Контадор стал вторым и не стал выигрывать у Оскара Гатта. Есть такое ощущение? Но опять вы видите, тут большой разницы не добьешься, но все-таки определенно и добился. Я вовремя атаковал, я в принципе доволен. Очень трудный этап, трудная горка. Команда сделала замечательную работу, меня хорошо вывезло. вы видите в ответ на атаку Скарпони, на атаку вчерашнюю и на бонификацию. Он взял свою бонификацию и кроме того взял преимущество чистое по времени. Так что на самом деле это была заочная стычка с Микеле Скарпони получается. Ну и он, видите, его разрывают сейчас на интервью, но он напоминает о том, что в принципе завтра предстоит долгий день и надо торопиться, надо добираться до отеля. Будет большой переезд, но оставьте, оставьте на самом деле гонщика в покое, он свою работу уже сделал. Да, вот такое вот окончание. Вы говорите, некоторые вещи надо пропускать, потому что они неинтересны с точки зрения стратегических задач каких-то. Вот сегодняшний этап. Но кто предполагал такую развязку? Я не имею в виду Гатто. Гатто как раз все модельные характеристики имеет под эту гору, но понимаете, таких Гатто, Гатты, точнее, таких в группе на дюжину 12, ну, если не это, то, по крайней мере, человек 10, наверное, такого плана есть. Питаки третий на самом деле, но пусть мои эмоциональные слова он не воспримет как обидные, разумеется. Он действительно лишний раз подтвердил, что он умеет выжить в горку, он умеет правильно перестроиться, команда хорошо тоже сработала, но, но, но. Кантадор не догоняет Венинга, тот пока остается лучшим в генеральной классификации, вот, слышим сейчас объявление информатора, соответственно, Севцов по-прежнему продолжает наступать голландцу на пятки, все сильнейших пришли вместе, компактно, но, естественно, с психологической точки зрения вот этот рывок Кантадора был очень важен, и перед завтрашним по-настоящему серьезным горным этапом, помимо этого, это важно еще и с точки зрения набранного преимущества, а вот в чем оно выражается в конкретных цифрах, это сейчас нам должны дать табличку, но пока нам дают таблицу результатов сегодняшнего этапа Питаки, Кристоф рядом, ну, как раз вот людей плана Данила Дилуки совсем-совсем рядом было немного, потому что все-таки выполаживание было достаточно значительное. Ганто, гонщик из Монтебелуны, профессионалов с 2007 года за Геральштайнер два года отгонялся, затем за ИС Денери, украинско-итальянскую команду, ну, Форнезе Винни, она потом отпочковалась, вот она генеральная классификация, Контадор уже пятый, уже всего-навсего 13 секунд до верхушки, и как многие будут спрашивать, как многие будут спрашивать, и что, неужели вот уже сейчас можно паковать вещички тем, кто планирует на равных бороться с Альберто Контадором? Ну, не будем торопиться, не будем, и надо сказать, что на Контадора это мало похоже настолько рано раскрываться, но настолько действительно хорошо подготовился, и уж никак не с пляжа в этот раз приехал бороться за победу на Джериде Италии в отличие от 2008-го, что этим могут объясняться определенные различия. Итак, составилась восьмая победа в карьере 26-летнего итальянца. Обратите внимание, что такая получается молодежная Джериде Италия, где молодежь очень-очень заметна. И я думаю, что на этом не закончится. Тропеа, да, вот она выглядит подобным образом, вот те вот старинные кварталы, вот они удивительные, они таят себе сюрпризы, когда вы вдруг внезапно в разрез между домами видите совершенно уникальный пейзаж и тут уж без хорошего фотоаппарата просто грех выходить там прогуливаться. Великолепная марина, очень неплохие пляжи, ну и, конечно же, местный, местная Чиполла Росса, на основе которой делаются практически все гарниры здесь и жарит, варит, парит, и сушит, что-то с ним, с этим луком не делают. Результаты сегодняшнего этапа. Угад-то вторая победа в нынешнем году первый раз выиграл, кстати говоря, на Джиро и Реджо Калабрия, это открытие было многодневочного сезона в Италии, конец января немного не мало, уже тогда здесь вполне можно было выступать на шоссейных трассах. Также достаточно высоко поднялся на классика Сарда, на однодневной полуклассической гонке категории 1-1, которую выиграл наш Павел Брут 27 февраля. Настрады Бьянки тоже себя неплохо проявил, так что, в общем, держит ту форму, которая у него прорезалась аж в январе месяце. Ну а генеральная классификация вы видите более-менее стабильна, но завтра ей стабильность не грозит. Ну и вот эта погоня Альберто Контадора, вот этот повтор вроде бы как говорит о том, что все-таки он не добрал бы, то есть это не чистой воды джентльменства, а просто уже то есть он максимально приблизился, максимально, соответственно, удалился от Скарпони и других своих главных соперников. Ну и вошел твердо в пятерку сильнейших на данный момент в генерале. Завтра между Мессиной и Этной после довольно-таки долгого переезда будет этап длиной меньше 170 километров, но с двумя супер-восхождениями на вулкан. Завтра будет зрелище невероятное и, собственно, с восхождением мы и начнем свою трансляцию в 17 часов 45 минут по московскому времени. Не пропустите, иначе очень сильно прогадаете. Для вас работали режиссер Евгения Едутова и комментатор Сергей Курдюков. До скорой встречи на супер-многодневке в Дирде Италии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова